Глава шестнадцатая Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце мое. Но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пришлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к отцу. Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к отцу. И так они говорили, что это говорит он вскоре, не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня?» Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об отце. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить отца о вас, ибо сам отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к отцу». Ученики его сказали ему, «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. «Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok